Замечательно. Вот отличный шанс узнать. Немножко о себе. Я последние два года, с 17-го года работаю в компании PAM, Senior Software Test Automation Engineer. До этого работал тоже тестировщиком, и перед этим работал в банках как системным администратором. Значит, агенда. Расскажу немножко про наш проект, с какой ситуацией мы столкнулись, как мы познакомились вообще со Spock Framework, какие у нас были проблемы, и как мы их решили, и предложу некоторые решения. Значит, цель доклада в основном — это вспомнить о месте юнит-тестов в автоматизации тестирования и учесть случаи использования Spock Framework. Какие у него есть преимущества, какие фичи, такой overview. Для кого данный доклад? Во-первых, это для тех, у кого приложение написано на груве или на джаве в основном. Ну, на нашем примере я буду рассказывать. И желательно, чтобы у вас было whitebox-тестинг. Тоже из-за нашего примера. Я сейчас не буду касаться UI-тестов, только юнит и интегрэйшн-тестов. Значит, Groovy, Java, whitebox. Ну, Groovy понятно почему, потому что Spock на груве работает, а груве, соответственно, компилируется в Java bytecode. Значит, расскажу немножко о ситуации. И начну с тест-пирамиды. Тест-пирамида все слышали, все знают. У нас внизу юнит-тесты, потом идут интегрэйшн-сервис-тесты и на самой верхушке UI-тесты. На самом деле картинок очень много разных. Просто я самую простую, так сказать, взял для примера. Понятно, почему она должна выглядеть так, потому что юнит-тесты работают быстрее, UI-тесты работают медленнее, юнит-тесты легче писать, чем UI-тесты. Также легче определить причину проблемы, если у нас юнит-тест упал, например, легче понять, в чем проблема, чем, если сравнить с UI-тестом. Они также работают более стабильно, потому что, например, на UI могут локаторы меняться очень часто, юнит-тесты могут некоторые годами стабильно работать и, соответственно, легче поддерживать. Соответственно, пирамида тестирования нам нужна. Я думаю, спорить с этим никто не будет. Но, значит, какая может быть проблема, какая может быть ситуация? У нас может быть видна верхушка, если мы тестируем без whitebox. И мы пишем, допустим, UI-тесты или API-тесты, а юнит-тесты мы вообще не рассматриваем. То есть они под водой, мы не знаем, что там. Там может быть много, может быть мало. Даже если в некоторых командах, даже если есть доступ к коду, и они смотрят юнит-тесты, то обычно их не учитывают, не смотрят покрытия, не смотрят, что именно тестируется. В общем, также бывает так, что все пытаются протестировать через UI, потому что UI, это же хорошо, если у нас через UI-тест прошел, значит, все работает точно. То есть мы уверены, что вся система в целом работает. Но если тест упал, тут уже сложнее разбираться, почему он упал. Проблема с базой данных ли была, либо еще какая-то была проблема. Поэтому это тоже bad practice. И, соответственно, то, о чем на первом докладе говорил Антон Семенченко, у нас получается квадрат тестирования. То есть все дублируется на уровнях UI, API и юнит-тестов. Это тоже не очень хороший случай. Значит, тоже такое может получиться, что у вас получается антипаттерн Ice Cream Con. Это, соответственно, пирамида наоборот, когда все тестируется только через UI, нет доступа к юнит-тестам абсолютно, и даже IP и интегрэйшн-тесты тоже не пишутся. То есть это самый плохой случай. Нам желательно прийти к идеальной пирамиде тестирования, когда у нас мануальных тестов минимум. В общем, когда я пришел на проект, у нас была такая ситуация, что юнит-тесты были написаны на споке. Это отдельный фреймворк, и некоторые тестировщики не умели писать на споке и даже читать эти тесты. А эффективно читать тесты можно только, если попробовать хотя бы немножко пописать их. Поэтому это была тоже такая проблема. и, соответственно, не учитывать. Вот все, что я перед этим перечислял, некоторые сотрудники не могли учитывать покрытие юнит-тестов. В общем, одно из вариантов решения, одна из наших попыток, что мы захотели писать юнит-тесты тоже, команда автоматизации, и, значит, снарядили сотрудников, чтобы они писали юнит-тесты. То есть разработчик пишет фичу, юнит-тесты он не пишет, а потом тестировщик пишет юнит-тесты отдельно, отдельным мерч-квестом. Но это очень плохо себя показала такая практика, потому что мы делали, по сути, shift вправо. То есть мы более поздно получали результат, и когда тестировщик хорошо, качественно писал юнит-тесты, он находил кучу багов, и приходилось переписывать фичу. Хотя если бы эти тесты писал девелопер, он бы сразу сам нашел эти баги и сам бы их пофиксовал. Их вообще бы не было. То есть мы получили более низкую производительность работы. Поэтому обязательно юнит-тесты должен писать разработчик. Даже если он их пишет без теоретической базы тестирования, он пишет их все равно достаточно качественно обычно и базовые вещи проверяет. И это позволяет сократить количество дефектов в итоге. И в итоге мы пришли к такому решению, что разработчик пишет тесты, юнит-тесты, а тестировщик потом дописывает их, ревьювает и дописывает. Но об этом чуть позже. Значит, вообще что такое Spock Framework? Мы вот когда увидели этот Spock Framework, начали смотреть. Это фреймворк, он для приложений Java и Groovy. И он основан, вдохновлен, так сказать, многими другими продуктами, такими как JUnit, JMOG, Makita, Groovy и другими формами жизни. Это как цитата с сайта производителя. Какие есть у него преимущества? Что в нем есть вообще интересного? Он совмещает в себе… Во-первых, он ранается через JUnit-овский райнер стандартный. Во-вторых, он содержит в себе встроенный BDD. Очень похоже на JBehave. По структуре я дальше подробнее расскажу. И также у него есть встроенные стабы. То есть так бы мы использовали три отдельных продукта, а здесь у нас все в одном в Spockе. Это все встроено сразу. И вот, например, как его начать использовать. Мы просто добавляем на MyVine dependency, подключаем флагин и все. Можно уже писать тесты. Как можно писать тест? Значит, тест наследует спецификацию. И потом мы объявляем перемены в Groovy стиле вот такие. И название теста у нас будет через Groovy string. Очень простой пример. Вот уже можно запускать и работать, в принципе. Структура. Вот здесь мы никакую структуру не обозначили, кроме экспекта. Вот в каждой Groovy тест он содержит вот такую структуру. Очень похоже на JBehave. У нас есть setup, when, then, expect и cleanup. Значит, setup — это блок самый основной. Он по умолчанию. Все, что написано в тесте, по умолчанию идет в блок setup. Это установка нужных данных нам, генерация или какие-то дополнительные методы, которые нам нужно выполнить перед тестом. Потом идет when. Это сам action, который мы, допустим, метод какой-то вызываем, который мы тестируем. И в zen мы уже пишем assertion и уже проверяем результат. Также есть блок expect. Там можно комбинировать. Это when и zen скомбинированы. Там можно сразу и выполнить, и проверить. И cleanup, соответственно, это то, что после теста почистить базу данных, например, или удалить какие-то данные. Тоже блок такой. Также data provider я хотел упомянуть. Очень удобная работа с data provider. Если, например, в JUnity нужно писать достаточно много кода, чтобы использовать data provider, то здесь достаточно добавить снизу блок where, объявить в первой строчке переменные и набор параметров, которые заходят в тест. И этот тест будет исполняться с каждой строчкой. Вот такой результат мы можем увидеть на выходе. Вот тут, например, у нас тест упал. То есть это в разы просто быстрее, намного проще. И во многих случаях тестировщику гораздо проще написать параметризированный тест. Достаточно быстрее и получается более красивый тест, чем писать несколько разных тестов. Потому что в JUnity иногда были такие ситуации, когда тестировщик, например, не очень опытный, ему лень писать параметризированный тест, и он просто пишет несколько разных тестов одинаковых. Это тоже засоряет код и увеличивает дубликацию кода. Это усовершенствованный пример того же теста. Когда мы ставим аннотацию onRow, у нас получается в названии теста можно использовать параметры прямо эти. То есть мы через решетку ставим параметр, даже можно вызывать какие-то методы у этого параметра, например, длину или имя объекта, и он будет писаться прямо в названии теста. То есть если мы в JUnity параметризированный тест запускали 5 раз, и у нас будет там 0, 1, 2, 3, 4, 5 просто в названии теста, то здесь будет именно с какими параметрами он запускался, и сразу будет видно, какой именно тест с каким параметром упал. То есть это более удобно. Также здесь можно типы определить, входные, но это не обязательно. То есть благодаря тому, что у нас в груве, мы можем типы не указывать. Дальше идем. У нас есть мокирование, мокинг. Мокирование тоже идет из коробки, сразу работает, очень удобно. Мы просто тип объекта передаем в объект mock, и у нас он уже будет использоваться. Например, здесь мы объявили, что payment gateway у нас замокирован, и что при вызове метода make payment с параметром 20, он у нас вернет true. то есть не нужно писать какие-то заглушки. Также можно то же самое сделать и для HTTP запросов, это тоже будет работать. И здесь, когда мы вызываем этот метод в экшене, мы получаем result true. То есть, соответственно, у нас метод замокировался. Также можно использовать юрификацию. Это очень удобно смотреть, какие методы вызвались в каком количестве. То есть вот здесь мы проверяем, что у нас метод notify с параметром full вызвался два раза и только два. Если он вызовется три раза или один раз, у нас тест упадет. Соответственно, если написать ноль здесь, мы можем проверить, что этот метод не вызывался. Также мы можем проверить любой параметр, что метод вызывался с любым параметром. Например, два раза с любым параметром. Либо можем проверить, что не с этим параметром метод вызывался. Да, это в блоке zin. И вот, например, у нас в данном случае вызвался метод один раз, а мы ожидали два раза, поэтому у нас осершен упал. Также бывает несколько параметров, и после нескольких параметров мы можем указывать тип параметра as какой-то тип. Также есть интересная аннотация. Игнор, она позволяет нам писать какую-то причину, почему, например, мы этот тест игнорим. В данном случае вот баг номер такой-то. Либо мы можем проверять, допустим, на Windows вот этот тест не запускать. И этот тест автоматически не будет запускаться на Windows. А на Linux, допустим, он запустится. Это игнор-ив. Мы сами вот такую аннотацию не использовали, это в документации можно посмотреть. Также в некоторых случаях это вообще плохая практика считается, запускать тесты друг после друга в каком-то определенном порядке. Допустим, если у вас зависимые тесты. Но если вам необходимы, это бывают такие случаи, вот ставить аннотацию StepFace, и тогда у вас именно тесты будут запускаться в том порядке, в котором они объявлены. То есть этот тест выполнится первым, а этот тест выполнится вторым. Тоже иногда бывает такое необходимо. Да, да, да. Тайм-аут аннотация тоже интересная аннотация. Значит, это ограничение на работу теста. То есть если этот тест будет работать больше пяти секунд, он считается зафейлингом. Или можно также более конкретно определить параметр, например, в 100 миллисекунд. То есть можем проверять, что тест слишком долго не работает. Процесс. Как мы это все использовали? Во-первых, необходимо обязательно ревьювать мерщи-квесты девелоперов, если есть такая возможность. Но нужно ее получить. И можно смотреть юнит-тесты. То есть с чего начинали именно. То есть неправильное название тестов, неправильное название параметров без description. Или, например, в Data Provider в поле description не написано, почему именно данный набор данных дает такой результат, а другой набор данных не дает. То есть обязательно должен быть хороший в description-тестах. И когда разработчик пишет тест, можно посмотреть его мерщи-квест и порекомендовать ему добавить дополнительные проверки, например. Например, провести boundary-value-анализис и попросить разработчика добавить тест на какое-то граничное значение. Дальше следующий этап – это статический анализатор кода. Например, вам показывает, что у вас покрытие юнит-тестов 70%. И вот вам нужно его поднимать. Это тоже вполне может делать тест-автомейшн инженер. Он может писать юнит-тесты. Это ему поможет более эффективно ревьювать в дальнейшем тест-тесты, которые написал разработчик. И также поможет ему развить скиллы юнит-тестов. Это будет полезно и для проекта, и для сотрудника. И вот мы подняли до больше 90% покрытия. Тоже, по-моему, у нас проседало до 70% от случая к случаю. И самое идеальное – это учитывать юнит-тесты в тестовой документации. Это может быть в разных видах, но даже может быть в голове у кого-то, если какой-то тестовый темлит. Но обязательно их надо учитывать. Например, если вы передаете… То есть если вы в каком-то сервисе, у вас есть какие-то свитч-кейсы, и вы их тестируете через UI, это понятно, что это глупо. Это нужно тестировать через юнит-тест и потом учитывать это. А через UI-тест можно сделать один тест, написать, и он у вас будет замечательно работать. И вот такие три шага. Значит, повысит тест-ковередж и повысит качество продукта на выходе. В завершении. Это очень краткий овервью только по споку. То есть это какие-то… На самом деле спок не сильно отличается от JUnit, и разобраться в нем буквально можно за несколько дней. Но есть некоторые минусы, некоторые подводные камни. Например, если вы будете использовать closure и там что-то проверять. В груве и в споке можно бы написать просто result, и он проверит, что у вас result не null. И он упадет, если он null. Но если у вас там коллекция, и вы сделаете closure и будете проверять какое-то поле, то нужно обязательно добавлять assert, потому что иначе он по коллекции пройдет, но не будет падать, если у вас не совпадет. Ну, это просто из личного опыта, потому что у нас один тест просуществовал несколько месяцев, и он не нашел ошибку, потому что именно нужно было указывать assert, если вы итерируете по коже. Ну и вообще от коллег я тоже слышал, что иногда бывает магия некоторая происходит, потому что это все-таки груви, это все-таки спок, там много неочевидного поведения, и обязательно нужно смотреть документацию, обязательно нужно разбираться, как он работает, чтобы не наткнуться на какой-то подводный камень. Значит, информация по споку — это сайт спока и гитхаб. Там можете взять информацию. И вот очень полезный сайт, с которого я примеры частично тоже брал, вот Groovy Spock, BailDunk, там очень полезные простые туториалы, как именно начать с нуля автоматизировать на споке, писать юнит-тесты на споке. Вообще мы в итоге переписали, ну, нам понравилось, мы использовали спок, и мы в итоге переписали integration-тесты тоже на спок, и стало более, как сказать, без зоопарка. То есть и у нас и юнит-тесты, и интегрэйшн-тесты все на споке, и легче было, не надо было переключаться между G-юнитом и споком постоянно. То есть это легче для специалистов. Вот, значит, эти ссылки, и, в принципе, все. Если есть какие-то вопросы, я вот могу ответить, в силу своих возможностей. Спасибо. Некоторые моменты очень хорошо прояснили. Вопрос такой. Вы используете аннотацию типов при написании тестов, чтобы не возникало ошибок каких-то, когда мешанина из, как сказать, мешанина из данных получилась? Вот это вы имеете в виду, да, здесь? Нет, нет, нет. Аннотацию типов в плане того, что в Groovy динамическая же типизация идет, Вот, например, здесь нет, не указан тип, да. Очень хороший вопрос. У нас было много холиваров на эту тему. В итоге на момент моего прихода типы не использовались вообще в юнит-тестах, но все новые тесты, которые мы добавляем, мы пишем с типами, типизированные. И мне так лично больше нравится. Я считаю, это более правильно. То есть если есть возможность использовать тип, почему нет. То есть мы используем тип, постепенно переписали все на типизированные тесты. Ну, кроме… Единственное, что в… Сейчас я покажу. Вот здесь мы не указываем типы, которые с дата-провайдера идут. То есть у нас не было каких-то сложностей больших с этим. Если мы столкнемся, допустим, с такой ситуацией, что из-за этого получим какую-то ошибку, то, возможно, будем указывать. Так. Спасибо. Ну, если вопросов нет, спасибо за внимание. Можете… АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ